В нескольких городах Ростовской области раздались взрывы из-за атаки дронов. В Ростовской области Российская Федерация в ночь на 26 ноября были зафиксированы неизвестные беспилотники и началась работа систем ПВО. В районах нескольких городов раздались взрывы. Об этом сообщает Новости Украина со ссылкой на Телеграм-канал временно исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрия Слюсара и местные паблики. По словам российского чиновника, в Ростовской области якобы уже были сбиты несколько беспилотников. Это произошло в районе Новошахтинска, Таганрога, Каменска и Зернограда. С полуночи в Ростовской области средства ПВО отражают воздушную атаку врага. На данный момент уничтожено 4 БПЛА. В районе Новошахтинска, Таганрога, Каменска и Зернограда отчитывается представитель власти региона. Также он утверждает, что пострадавших и разрушений на земле нет, и работа ПВО продолжается. Вместе с тем, ростовские телеграм-каналы пишут, что в данных городах было громко и раздавались взрывы. Кроме того, в сети сообщают, что кроме Таганрога, Новошахтинска, Каменска и Зернограда также были слышны взрывы в Селеново-Бесергеневка, Неклиновский район, под Таганрогом. Отметим, что возле Таганрога, согласно открытым данным, расположены два военных аэродрома, Таганрог-Центральный, к северу от города, и Таганрог-Южный, недалеко от Селаново-Бесергеневка. Взрывы в Таганроге. Напомним, что в Таганроге Ростовской области РФ взрывы, якобы из-за воздушных атак раздаются далеко не впервые. Так, например, в марте на фоне дроновой атаки по Таганрогу сообщалось о повреждении авиазавода. Это предприятие занимается строительством и ремонтом военных транспортных самолетов разных типов, в том числе Ил-76, А-50, Ил-78 и другие, а также ранее производила стратегические бомбардировщики, среди которых Ту-95, Ту-142 и другие. А 16 декабря 2023 года прогремел взрыв на севере Таганрога, и после происшествия россияне подняли в небо несколько вертолетов. Также 28 июля прошлого года в центре Таганрога произошел мощный взрыв вблизи кафе. Из-за взрыва пострадали около 15 человек. Россесами сообщали, что место возможного прилета ракеты находится примерно в 10 километрах от авиабазы. При этом в Минобороны РФ обвинили во взрыве Украину. После этого серия взрывов прогремела в Азовском районе Ростовской области.